друзья трейдеры инвесторы и просто желающие заработать в интернете приветствую вас на канале бабки рулят тут мы говорим о том как зарабатывать в интернете о том как инвестировать и приумножать наши деньги так что если вам такая тематика интересно обязательно подписывайтесь на канал ну а мы поехали и так как мы видим настроение на рынках четверг и пятницу поменялось до этого у нас был бесконечный позитив бесконечный рост и соответственно котировки летели в небеса инвесторы трейдеры катались как сыр в масле подсчитывая свою прибыль но бесконечного роста не бывает и мы видим что восходящий тренд сменился нисходящим так что же это небольшая коррекция либо начало большого крупного обвала что вы думаете по этому поводу напишите об этом в комментариях причем если брать индекс себе 500 то мы видим что в последнее время корректируется как раз айтишной компании то есть айтишный сектор это как раз те компании которые до этого очень сильно росли и по сути вытягивали весь индекс очень сильно вверх соответственно тренд сейчас сменился и такие компании как microsoft google facebook и apple пошли вниз хотя мы видим что концу закрытия он дал небольшой плюс 7 сотых процента если мы посмотрим в банковский сектор то в основном здесь у нас преобладает зеленые цвета что в принципе неплохо но больших плюсов конечно же здесь нет ну и так если порассуждать если будет какой-то глобальный обвал глобальный кризис то данный сектор очень сильно скорректируется и здесь уже будет не плюсы а достаточно хорошие большие минуса так что если к примеру вы хотите прикупить сейчас тот же джипи морган который показывает положительную динамику стоит все-таки задуматься о том что уоррен баффет уменьшил своем портфеле финансовый сектор то есть он скинул многие акции различных банков и ушел в другие активы то есть он предполагает что в ближайшее время тут риски все таки возрастут и соответственно переложился другие акции плюсом также а точнее минусом ко всему сказанному стоит добавить то что на рынке нефти также произошла коррекция около четырех процентов что естественным образом отразилось на паре рубль доллар давайте перейдем на график и посмотрим если до этого спекулянты закупались на уровне примерно 72 73 рубля за доллар и после этого его скидывали по 75 то теперь правило игры немножко поменялись и коридор проторговки также изменился если говорить в каком-то среднесроке то по доллару в ближайшей перспективе позитива я не вижу на горизонте также у нас маячат выборы американского президента не стоит также что не так давно было отравление навального и если сложить это все вместе то по итогу мы можем получить санкции как от европы так и от америки а это может оказать сильнейшее давление на нашу национальную валюту кстати друзья не так давно я говорил о том то что акции тесла просто неимоверно перегреты сейчас у меня открыт график на неделе можно открыть допустим за один год тут более наглядно мы видим что идет большой восходящий рост и очень ноги в пульсе кричали что рост будет продолжаться акции будут расти но прошло какое-то время и все встало на свои места давайте переключимся на недельку и посмотрим то есть пик у нас был около 500 долларов за одну акцию тесла это уже новые цены после сплита то есть после дробление и соответственно после этого у нас началась коррекция и в район 400 данной акции упали то есть если брать в процентном соотношении то от пика 500 долларов до района примерно 400 даже если брать самый низ от 370 это около 20 процентов конечно же данная компания очень перспективная я думаю в будущем акции очень сильно еще вырастут но на данном этапе то есть вот по 500 и даже по 400 долларов наверное все таки дороговато покупать данный актив но если же вы все-таки агрессивные трейдеры либо в некой мере игрок на данном рынке то можете конечно попробовать покупать на низах данной акции и после этого продавать их подороже но стоит учитывать что здесь как можно заработать так можно очень сильно и потерять это ни в коей мере не рекомендация к покупке либо продаже данной акции это просто предостережение для долгосрочной стратегии рассматривать данную акцию стоит только наверно после такой хорошей коррекции я также слежу за тесла и жду хорошей точки входа то есть в моем понимании сейчас покупает по 500 по 400 и даже наверно по 370 или 80 дороговато ну давайте теперь в общем подведем небольшие итоги как мы видим сейчас рынок начинает корректироваться возможно даже это начало какого-то более крупного падения или даже обвала в данной непонятной ситуации если вы активно покупали думаю не стоит делать скоропалительных каких-то решений как примеру допустим с теслой стоит все-таки наверно по придержать кэш и оставить его на лучшие времена думаю время распродаж еще не настало такие хорошие точки входа по хорошим ценам как были допустим 2008 году или например как в марте этого года при первой волне самоизоляции еще будут тут главное следить за настроением рынка а также за новостным фоном ну и также стоит заметить что главным триггером этого года была у нас пандемия была одна волна и в скором времени может также прийти и 2 если летом средства массовой информации перестали говорить про пандемию про то сколько у нас появилось заболевших и так далее то сейчас потихоньку опять начинает поднимать данную тему если придет вторая волна рынке испытают очень сильный удар как и после первой волны многие еще не оправились а какие-то компании просто упали на колени вторая волна может попросту их добить так что друзья не торопимся если закупаем валюту или интересным нам актив акции фонды то не на всю котлету заходим постепенно при просадках конечно же докупаем то есть нужно обязательно иметь какой-то кэш и обязательно подушку безопасности то есть при сильных просадках свободный кэш поможет нам усреднить наши позиции ну не стоит отчаиваться любой кризис коррекция обвал это в первую очередь шанс заработать такое бывает редко выигрывает тот у кого больше в наличии кэша всем спасибо за просмотр а также за то что пишите комментарии и ставите лайки желаю всем финансовой независимости всех благ до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok и Продолжение следует...